пшеница и плевелы беспристрастно а григории ефимовичи распутине а ричард фома бетс российское отделение валаамского общества америки 1997 год часть 6 великий князь николай михайлович всецело проявляет свою полную в это время преданность царю первые неудачи на полях сражения с лета 1915 года вызвали только несколько замечаний с его стороны критика в настоящее время не будет хорошим тоном писал он 25 мая 1915 года очевидно чувствуя что ужасы от поражений будут смягчены продолжающейся патриотической поддержкой они открытой критикой его оценка назначения нескольких министров а летом 1915 года была благосклонной выражая свое личное мнение он даже признает что наиболее популярным человеком в россии в то время был его кузен николай однако вскоре слог и содержание переписки радикально изменяются 1 октября 1915 года великий князь говорит об определенных мистических тенденциях которые распаляют общественное мнение в россии именно этим влиянием во главе которых стоит императрица александра федоровна он приписывает сохранение ивана логановича гаремыкина на посту премьер-министра и исчезновение нескольких популярных министров которые не имели возможности ей угодить тон писем великого князя становится более ироничным мадам продолжает вмешиваться в дела которые ее не касаются пишет он 18 июля 1916 года заявляя что императрица была инициатором удаления сазонова с поста министра иностранных дел однако тремя днями позже он уточняет что смена министра иностранных дел обусловлена только личными мотивами из-за разногласий между государем и сазоновым по внутриполитическим вопросам однако это резкое изменение мнения длилось недолго в октябре 1916 года великий князь опять берется за перо чтобы уверить масона что изменения во внутреннем управлении страной обусловлены единственно постоянным вмешательством в такие дела просвещенной императрицы нападки великого князя николая михайловича становились все более открытыми и царь приказал ему января 17 года покинуть столицу и в течение двух месяцев оставаться в своем имении грушевка на юге россии буду там великий князь дал волю чувством его письма из грушевки полны презрения к императрице которую изображает в наиболее оскорбительном виде гейсенка гесенская тигрица жалкая гесенка месолина домштадтская оскорбление достигленной высшей точки в статье от 7 февраля 1917 года за три недели до революции под названием россии правит оккультная группа под прикрытием немки название говорит само за себя и не нуждается подробном рассмотрении великий князь надеялся опубликовать статью в одной из швейцарских газет за подписью в не в одном из его 32 писем нет никаких сведений о ее появлении в западной прессе поэтому можно предположить что фредерик массон решил что лучше не поддаваться желанием своего друга не только великий князь стал жертвой общественного мнения о государине английский писатель жерард шелли свидетельствуют интеллигенция желала революции любой ценой а знать хотела поддержать престиж трона и свое положение на хлебников императрицы можно было приписать абсолютно все что угодно все зло которому подвергалась россия относили на ее счет знать старалась обратить народный гнев а вызванный их собственной коррупцией и плохим управлением против императрицы чтобы оградить царя поражение войне приписывалось ей слух обошел всю россию вдоль и поперек что царица имела в царском селе особую телеграфную линию с подсдамом для связи с кайзером все это было абсолютно невозможно так как даже генералы на фронте не могли поддерживать телеграфную связь друг с другом но миллионы поверили в этот вымысел английский историк бернард парис добавляет она тоже со своей все наполняющей любовью к мужу была душой всецело русская в ее письмах к нему можно найти прекрасные места выражающие ее глубокое ощущение мира того времени с его очищением через страдания освобождением от всего маловажного возвратом бога и простых добродетелей в сердца людей так она писала после того как приходила от постели терпеливого и благородного страдальца полковника или крестьянина для которых она одинаково исполняла долг сестры милосердия воистину святые и герои они все у нее не было никаких сомнений в исходе войны так как она верила что бог не позволит восторжествовать дерзости немцев кайзера вильгельма она считала ввергающим страну в разруху и совершающим тягчайший грех даже до войны она с трудом могла сохранять простую учтивость при их личных встречах о жестокостях германской войны написала так как писала бы простая английская женщина того времени от немецкого злорадства моя кровь просто закипает и еще нам нужно показать что мы выше их со всей их культурой именно в этих письмах можно увидеть победное и разящее опровержение клеветы которая распространялась против нее одним из основных обвинителей григория распутина и императрицы александры федоровны в немецком шпионаже был хвостов министр внутренних дел с сентября 1915 по март 1916 года получил свой пост без какой-либо помощи распутина он однако искал ею расположение чтобы приблизиться к монарху и обеспечить свою карьеру согласно одному свидетельству хвостов и белецкий товарищ министров внутренних дел и глава полиции предложили ему выдавать из фонда департамента полиции ежемесячно по 3000 рублей для того чтобы распутин проводил при дворе тех кандидатов которых они будут указывать на желательные для них посты в министерстве чрезвычайная комиссия временного правительства установила что распутин согласился и первые два три месяца принимал взятки но затем не предупреждая об этом хвостова и белецкого стал действовать самостоятельно хвостов опасаясь что в конце концов распутин может начать действовать против них организовал заговор с целью убить его чрезвычайная комиссия не представила ни одного свидетельства которое подтверждало бы что распутин использовал эти деньги в своих интересах он слыл очень щедрой натурой что подтверждает и великая княгиня ольга александровна распутина осаждали прошениями он был засыпан подарками но никогда ничего себе не оставлял я знаю что он помогал бедным петербурге и повсюду но ни разу не слышала я чтобы он просил ники или алики об услуге ему лично он часто просил за других я уверена что его привязанность к моему брату и его супруги была полностью лишена какого-либо корыстного интереса он так легко мог скопить состояние но на смертном одре все его имущество состояла лишь из библии какой-то одежды и нескольких вещей данных ему императрицей для личных нужд даже мебель в его комнате на гороховой улице в петербурге не принадлежала ему он действительно получал большие суммы денег но все раздавал распутин оставлял себе деньги лишь на еду и одежду для семьи в сибири и если в самом конце он стал понимать на какую политическую силу он мог оказывать влияние это случилось лишь потому что безжалостные и беспринципные люди силой подтолкнули его к этому жерард шелли пишет что в стране взяточников расхитителей государственного добра и продажных чиновников распутин заметно выделялся своей честностью даже худшие враги не могли обвинить его во взяточничестве хотя он был осаждаем людьми со сверкающими подношениями в руках он жил простой бедной жизнью несмотря на сомнительную репутацию белецкого у нас нет причин сомневаться в том что по его словам совесть отвратила его от запланированного хвостовым убийства белецкий сознательно старался оттягивать все дело убедил хвостова в том что он организует убийство сам но хвостов боясь что белецкий теряет много времени сам поручил мелкому журналисту оржевскому встретиться с труфановым который после неудачного покушения на распутина бежал в норвегию хвостов хотел чтобы труфанов задействовал своих почитателей живущих в россии для организации еще одного покушения белецкий заявляет что был предупрежден об этом и арестовал ржевского прямо на границе феврале 1916 года когда тот инкогнито возвращался в россию испуганный ржевский рассказал белецкому обо всех планах при обыске квартиры ржевского было найдено письмо в котором он сообщал хвостову о своих тайных делах с труфановым это была серьезная улика против министра внутренних дел стремясь оправдать себя хвостов обвинил белецкого в запланированном убийстве распутина он пытался выслать белецкого из санкт-петербурга назначением его на пост генерал-губернатора иркутска белецкий предпринял немедленные меры чтобы оправдать себя в резиденции митрополита петерима санкт-петербургского он встречался с григорием ефимовичем распутиным и борисом владимировичем штюрмером премьер-министром с ноябрь 1916 года и сообщил им все факты этого дела он также предпринял дополнительные меры посвятил во все детали анну вырубову ближайшую подругу императрицы 18 февраля 1916 года царь вернулся из генерального штаба и приказал штюрмеру расследовать это дело 3 марта 1916 года хвостов был снят с поста министра внутренних дел за неделю до своего смещения хвостов принимал у себя президента ассоциации редакторов санкт-петербургских газет гессена и вице-президента суворина они были удивлены резким заявлением хвостова по поводу распутина сначала я не обращал внимания на его поведение но позднее я убедился что он принадлежал к международной шпионской организации и был окружен людьми за которыми мы сами следили они всякий раз поджидали его у двери когда он возвращался из царского села и выспрашивали его самым подробным образом я подумал что это мой долг доложить обо всем императору уже на следующий день гришка был осведомлен об этом и теперь делает все возможное чтобы заручиться поддержкой агентов охраны охраняющих его и избавиться от меня сразу после интервью с гессеном и сувориным хвостов принимал генерала спиридовича и сделал ему подобное же заявление после чего спиридович посоветовал ему сообщить эту информацию в военное отделение контрразведки генерального штаба явно смутившись хвостов поспешил закончить эту беседу однако генерал спиридович сообщил своему непосредственному начальнику коменданту императорского дворца генералу владимиру военкову об этих обвинениях генерал военков попросил хвостова сообщить ему информацию которую он располагал относительно этого случая и отчитаться о мерах принятых им для борьбы со шпионажем министр ответил что абсолютно ничего не знал об этом деле и что генерал спиридович или не понял его или неверно выражал свои мысли позже хвостов как бывший министр внутренних дел был одним из первых свидетелей опрошенных чрезвычайной комиссией временного правительства во время допроса в марте 1917 года он три раза повторил что не смог добыть никаких доказательств что люди окружавшие распутина были фактически вовлечены в шпионаж может быть они и шпионили но у меня не было возможности поймать их но хотя я и не смог доказать что он распутин был виновен в шпионаже мне кажется вполне логичным если бы он был шпионом не сознательный шпион а инструмент для шпионажа где-то уверенность с которой хвостов бесстрашно выставлял дело сие всего лишь год назад двум журналистам и генералу спиридовичу позднее хвостов сам был казнен когда большевики пришли к власти другим гонителем распутина был князь феликс юсупов женившийся на племяннице царя ирине александровне и приобретший печальную известность организатора убийств распутина юсупов заявлял что застал каких-то шпионов на квартире распутина на улице гороховой из передней до меня донеслись голоса вошедших по-видимому и было несколько человек они вошли в столовую я приблизился к дверям кабинета которые выходили в переднюю и начал прислушиваться разговор велся пол голоса и разобрать его было очень трудно тогда я осторожно приоткрыл двери его образовавшуюся таким образом щель через переднюю и открытые двери столовой увидел распутина сидящего за столом на том месте где он только что беседовал со мной совсем близко к нему сидели пять человек двое других стояли за его стулом некоторые из них что-то быстро заносили свои записные книжки лица у всех были неприятные у четырех был несомненно ярко выраженный еврейский тип трое других до странности похожие между собою были белобрысые с красными лицами маленькими глазами распутин среди них совсем преобразился небрежно развалившись он сидел с важным видом и что-то им рассказывал вся группа это производила впечатление собрания каких-то заговорщиков которые что-то записывали шепотом совещались читали какие-то бумаги иногда они смеялись у меня мелькнула мысль не зелененькие ли это о которых мне рассказывал распутин после всего того что я от него слышал у меня не было сомнений что передо мною было сборище шпионов русский историк сергей мельгунов говорит об этом отрывке из мемуаров юсупова следующее нужно быть исключительно наивным чтобы поверить в этот рассказ не принял ли юсупов группу журналистов за немецких шпионов возможно ли что шпионы проявили такое остроумие что открыто записывали в свои блокноты секретную информацию тем более квартире которая находилась под непосредственным наблюдением охраны комментируя рассказ юсупова генерал спиридович замечает еврейская внешность посетителей григория распутина их записные книжки и его безразличие к тому что они в них записывали вот доказательства позволившие юсупову утверждать что распутин был шпион это несерьезно затем он переходит довольно уместному вопросу что сделал князь юсупов когда судьба столкнула его в военное время семью немецкими шпионами которые были схвачены за руку во время акта шпионажа он был рад по собственным словам юсупова дождаться когда распутин зашел за ним в офис и быстро попрощавшись уйти принимая во внимание тот факт что патриотические чувства князя были столь сильны что он решился пойти на убийство мы не можем поверить что эти самые чувства не вынудили его арестовать 7 вышеупомянутых немецких шпионов если он искренне верил что столкнулся со шпионами видео что он так не сделал мы думаем что обвинение юсуповым распутина в шпионаже не основательно с течением времени с история юсупова случились любопытные метаморфозы позже в своем интервью французу ричарду кауну автору книги о русской революции он сказал часто говорилось что распутин был немецким агентом вы в это верите я в этом более чем убежден ответил юсупов потому что он сам говорил не это вот его собственные слова которые я повторяю ему платили немцы он был вражий агент и он даже представил меня наиболее важным шпионом на допросе чрезвычайной комиссии в сентябре 1917 года михаил родзянка председатель думы заявил что распутин явно принимал приказы из берлина президент комиссии сразу же попросил родзянка изложить все детали я прошу вас немедленно сообщить все факты даже мельчайшие для подтверждения вашей уверенности о берлинском влиянии на распутина факта у меня нет ответил родзянка но об этом вопросе ходила определенная молва несколько частных лист даже приходили ко мне с заявлением что они знали о значительных суммах денег которые передавались распутину через шведскую делегацию дворцовый комендант войков писал о родзянка следующее мне лично пришлось беседовать с родзянка по следующему поводу после моего назначения дворцовым комендантом он однажды вызвал меня по телефону прося разрешения заехать ко мне в царское село переговорить по спешному делу в этот день я должен был ехать петроград и потому сказал что заеду к нему сам в течение вечера мы с ним просидели вдвоем в его кабинете часа два-три причем пришлось выслушать лекцию о вреде распутина и указание как поступать оказалось что я должен выгнать распутина из дворца и запретить государю и государине с ним встречаться на мою просьбу помочь мне советом выполнение его указания он от прямого ответа конечно уклонился в общем от разговора с родзянка у меня осталось впечатление что сам распутин его нисколько не беспокоит но что он пользуется его именем чтобы производить как можно больше шума и скандала вокруг царя и царицы незадолго перед тем мне рассказывал знакомый встретивший еще в 1912 году на германском курорте родзянка с женой что они оба изощрялись среди мало знакомых им соотечественников в осуждении государя и всех его окружавших генерал джунковский бывший товарищ министр внутренних дел питал сильную неприязнь к распутину но когда председатель комиссии спросил его имеет ли он какие-нибудь веские доказательства того что распутин был вовлечен в шпионаж генерал ответил нет у меня нет таких доказательств ни в одной из картотек россии нет никаких свидетельств распутине доказывающих его участие в шпионаже для германии что касается немецких архивов то в 1945 году архивы германского министерства иностранных дел хранившие информацию за период с 1867 по 1945 год были конфискованы британскими и американскими войсками и переправлены великобританию где они кропотливо и методически изучались английскими американскими и французскими историками в архивах содержатся документы о попытках заключения сепаратного мира между россией и германией во время первой мировой войны также там находятся документы освещающие отношения императорского правительства германии с русскими революционерами период первой мировой войны и первых 16 месяцев после революции удивительно насколько недальновидным в большинстве случаев было представление немецкой разведки о россии подтверждение тому можно найти практически в каждой телеграмме докладной записки письме и дипломатической депеши положение россии не совсем ясно явно преувеличивая знание ситуации заявил канцлер бетман хольбех на заседании совета министров пруссии 19 августа 1916 года его замешательство по поводу назначения бориса владимировича штюрмера министром иностранных дел 7 июля 1916 года вместо сазонова было так велико что он даже спросил датского министра иностранных дел сковениуса что тот думает об этом назначении штюрмер находился в хороших отношениях с распутиным и последний поддерживал его такое смущение со стороны немецкого канцлера было бы непонятным если бы немцы действительно имели контакт с распутиным такая же неосведомленность немецкой стороны обнаружилось при назначении александра дмитриевича протопопова человека явно расположенного к распутину на пост министра внутренних дел 16 сентября 1916 года в октябре 1916 года канцлер бетман холбех писал кайзеру вильгельму второму относительно протопопова я еще не в состоянии оценить всю важность назначения протопопова удивительно что октябрист стал членом кабинета министров но заключить что левые хотят понемногу отдалиться от англии было бы преждевременно в августе 1916 года кайзер вильгельм второй повелел барону фон гурнау немецкий дипломат приписанный генеральному штабу написать канцлеру что если военные действия вдруг обратятся в пользу германии то следует быть готовыми захватить психологическую инициативу чтобы добиться мирного договора с россией для этой задачи более всего подходят евреи нам определенно нужно найти среди них человека с нужными навыками и имеющего необходимые связи чтобы находиться в центре событий и передавать информацию берлину когда бы она не потребовалась не нужно мелочиться если представится возможность добиться сотрудничества подходящего лица в петербурге склонного к миру канцлер бетман холвих отвечал кайзеру что касается действий в россии как было приказано вашим величеством то осмелюсь доложить что политика использовать неофициальных лиц евреев и так далее как ваше величество и рекомендовали проводилась нами со всей тщательностью к сожалению человек подавший в этом отношении надежды хорошо известный господин а рубинштейн из петербурга был посажен в тюрьму после недавнего ареста евреев дмитрий львович рубинштейн финансист и коммерсант администратор нескольких обществ и директор частного коммерческого банка в петербурге он успешно руководил денежными делами великого князя андрея владимировича двоюродного брата царя николая второго и жертвовал значительные суммы на благотворительность он был знаком с распутиным с 1914 года и часто помогал последнему оплачивая его счета за квартиру в столице а летом 1916 года рубинштейн был арестован по приказу комиссии по неоплаченным займам под председательством генерала николая степановича батюшина по словам министра внутренних дел протопопова рубинштейн принимал участие в мошеннической операции по переводу во францию через нейтральные страны подложных русских ценных бумаг пущенных до войны на французском рынке но принадлежавших немцам он был арестован по подозрению в государственной измене в сотрудничестве с германскими и австрийскими банками но поскольку доказать факты изменнической деятельности рубинштейна не удалось он был выпущен на свободу штюрмер протопопов и рубинштейн три человека чьи имена были известны немецкой разведки и которые напрямую были связаны с распутиным но все же имя распутина не упоминается в архивах немецкого министерства иностранных дел не существует также никаких доказательств подтверждающих связи распутина с каким-либо иностранным правительством во время войны распутин был против вступления россии войну но когда она началась он оставался преданным своей стране и пытался давать царю советы как избежать больших человеческих жертв хотя клевета направленная на распутина за его вмешательство во время войны является несправедливой многие люди верили ей и таким образом подливалось масло в огонь общего настроя против него